Ты сам знаешь, обязательно с этой нажмёшь. Наденьте. Зачем? Вон, Никите, дайте. Ну, потом. С той стороны заходите, не на солнце. С той стороны. Туда переходим, Илья. Что они начнёте делать? У меня пример. Журнал «Огонёк». Приехал корреспондент к казакам. Но его звать Ефимой, а её Ульяна. И он решил узнать казацкие обычаи. Ну, всё, поговорили, покормили, он доволен, написал, писать будет, знает как. И в это время говорит, давайте я вас на память сфотографирую. Ну, пожалуйста. И она сразу, Ульяна, а можно я вязанку надену? Вязаная-то кофточка. Он говорит, можно. Она сделала, он только взял на неё Ульяна. Ульяна сразу переместилась на эту сторону. Сразу. Сразу, почему он говорит? Право шашка, с левой стороны жинка. То есть она должна знать, где женщина должна находиться. И журналист всё в огоньке показал. Обычай есть. А у нас как? Где-то там бракосочетание, женщина сняла справа. То есть власть уже завоевала. Семья развалена будет. Вот. На козле играет на гитаре Тараси. Вот смотри. Играет правильно. И говорят, парень играет классно. Классно. Играет правильно. Хорошая похвала. А другой пишет, законченный бабник будет. Противоположный как бы. А в этом есть. Девки льнут. Даже сейчас. С каждой стороны у него уже подвое. А если он такой слабохарактерный, то поплыл. У нас был такой Ваня. У него высокого, роста. Всё. И вот фильм начнётся смотреть. Девки сидят и вот так вокруг него. Вот на плечо ему. И вот так вот. С двух сторон у него. А он кино смотрит, даже их не видит нигде. Как будто бы их и нету здесь. Ваню Господь сохранил. Сохранит тебя Тараси, нет? Чё? Родился такой парень живой, подвижный. Видно из себя ощущенцев. А старый посмотрел на него. Отменный джигит был. Но нет. Из-за женщин погибли. Ты правда. Вскоре пошёл и попал в чужой. Лучше не сразу застрелил его хозяин на месте. Застрелил. Другое описывает, я скажу. Гурам Гишидзе. Это автор такой. Описывает. Он встретился с товарищем. Ой, поговорили. Ты вернулся? Да, я вернулся где-то ездил. И он вспомнил. Когда она была девушка, его жена. Он даже запомнил. У неё родинка где-то здесь. Здесь. И она его отвергла-то. И он решил, пока он тут. С товарищами. В это время он домой. И пришёл один к ней. Ну как так, другое. И он всё вспомнил. В 10 классе он не смог насильничать-то. И он давай, да ты чё, сдурел что ли? Я же замужем, то другое. А он глаза выпущил, уже не помнит-то. И она закричала. И вдруг дверь открывается, муж заходит. И он с таким гордым видом встал и пошёл. И в дверях, в калитке обернулся. Это последнее, что он увидел на этом свете. Врата ада распахнули перед ним двери. Он выскочил из двухстволки, как медведя. Тут же завалил его. Ты знаешь с кем? Вот у чеченца было в эту войну. Взяли, а его сестрёнка стоит рядом. И который солдат взял. Что-то с ней не так-то. Он как рванулся, его никто не ожидал. Он маленький, ребёнок вот такой. Выхватил автомат и сразу солдата застрелил. Это моя сестра. Тебя сейчас расстреляют. А это я умру, как джигит. А у нас нужды нет. Хочешь с сестрёнкой делать. Ни один не шевелится. Встаньте, чтобы остыдно было. Мы сейчас уходим. Мы уходим на первый мостик. Она говорит, может, твою голосу, замри. Дальше я посмотрел, ты со щёткой ходишь. Вот так бы всегда была, уже слова не сказала. Как девичьи-то фамилии? Воробьёва. Вот, понимаете. А так влезь-ка, в каждые чужие дела влазишь. Влезь-ка, кто-то повелел тебе лезть. Ты не лезь нигде. Судя одна и говорит, больше не буду никого судить. Никиту судили, а Чернова показала. И вижу, Никита исправляется. У Никиты такой наставник, кто другое. Чернова похвалили. А так, говорит, теперь никого судить не буду. Своей душей буду заниматься. А я ей ответил, а вот в это я не верю. Если ты шагнула на эту тропу, ты всё время будешь командовать. Надо, не надо, будешь лезть. А тебе этого не надо. Вот занимайся ими. Вон она, на одном плече висит, на другом. Покажи им пример. И они это вспомнят. Наша мать говорила, как хорошо, что тихо не слышит. Каждый день колотушки получала бы. У печки нет, да заворчить что-нибудь. Так. Галина Алексеевна познакомилась через интернет с нами. Проявила активность, давала наши визитки. Ну и давала какие-то реплики. Конечно, заочный человек выглядит не так, как он, когда лично здесь. Это мне написал мэр города. В очередной раз убеждались, что заочный человек опознать трудно. Мы когда ехали, мэр города. Не просто мэр, а в десятку высших мэров России входил. Он вот так на машине вывернулся, а я на втором сиденье сижу. К нам поехали дом передавать, фотографироваться. Это вы в моем городе живете. Вы в легендой города будете. В моем городе, он считал. А сам погибли. В очередной раз убеждаю заочно. Не такой человек. Надо как-то ближе. Другое дело, когда ролики идут и прочее. Это я все вступление делаю. Мы сейчас уходим, уезжаем. Вы наш первый мостик не видели. А охота вам посмотреть? Нет, некогда уже. Ролики видели? Ну все, ладно, ролики поедем. Домашним, которые есть расположены, кто примет, передавайте пожелания наилучшие. Следите за нами и сразу дайте звонок. Как из Потеряевки выезжать, запомнили? Вдоль линии. Как из линии выйдете, там развилка. Одна на дождливую дорогу, а это дальше она одна пойдет. Впереди маящит высоковольтная линия. Под нее обязательно даже зайти. А дальше трассу видать уже. Дорога на ней выведет. А дальше вон на солнце иди. Парнаул. Поняла? Не заблуждай. Так точно. Не заблукай нигде. Благодарю, что приехала. Тут остались на память шторки. И что-то никому делала. Ну и баба Лимы неплохо, можно сказать. Походила в храм, увидела какой порядок. Заранее скажу, к нам приезжали священники. Архимандрей-то там, я не знаю, откуда только не было, из-за границы. Фотографирует. Вот это надо сделать. Это я сделаю. Ни один не сделал. Ни один. А почему? Другие заедают его сразу, священники. Что ты выдумаешь? Торговлю нет в храме. Да как же жить? Десятина. Да кто ее бабка там? Машина освещает, значит, бесплатно. Офис освещает бесплатно. Там доход-то основной-то. 90 с лишним процентов дохода от неверующих совершенно. А убери вот эту заразу мамону-то. Бог говорит, не можете служить Богу и мамоне. А пы-пы кричат, неправда, мамоне можно служить и Богу служить. Они делами говорят это. Они без денег шагу шагнуть не будут. У нас тарелка не ходит, увидели? Поэтому сломить человека очень легко. Показать тебе без нас не спастись. Все. Идет дьякон кадит, и все за ним следом разворачиваются. А что разворачивается? Он кадит-то не тебя. И не стены, иконы. Ты же не икона еще. Что ты крутишься-то? И вот начинают развороты эти делают. Куда идет? А то у нас дьякон был такой, Никифор. Он был целую горсть. В сыпетках. Там дым такой. Бабки там в обморок, считай, падают перед ним. А он идет, а голос был. На любой мотив мог петь. Шаляка. А бабки тут ворот. Не служба. Но если он опознал три раза на семь минут, должен написать объяснительную. Да никогда это не сделать нигде. Смотри. Простя, тебе скучно. Смотри. Почему ты перед людьми, ты, говорит, чихаешь, а потом, что больше похвалиться нечем, кроме как соплями. Это не годится. Ты уже девушка. Ты уже девица. Он как на этом, на эспирте, говорит. Ты уже девица. Поэтому веди себя пристойно. Иначе за тобой молва будет нехорошая. Следом идти. Я тебе открыто это говорю. Учись вести себя скромно, прилично. Так. Я все попутно. Помолись за Никиту. Молимся. Главное качество Никиты, это изобретательность. То есть уметь портить все, что под руку. Явно знает. Если гвоздь так, может внизу с шляпкой. Это образно говоря. А ему разницы никакой нет. Вот так было. Я же сказал. Дальше ответа никакого нет. Ну ты видишь испорченное. Он не отвечает ни за что. Разбил, искалечил, бросил, ударил. Он не отвечает ни за что. Он сквозняк. Но маленько кое-гне начинает цепляться. Вот, пожалуйста, фотографирует уже. Так все. Помолюсь. Но нужно сказать, идет у него исключительно трудно. У него нет намерения справиться. Он считает, что он достиг вершины совершенства. А вершина совершенства достиг только в 14 главе Исаии. Падшей с неба. Учись всю жизнь. Я вот каждый день учусь. Каждый день. И что-то себе записываю. Вот это я первый раз услышал. Вот это первый раз просчитал. Несколько повторил раз. Как будто мое это всегда было. Ты видишь, сегодня какая была... Не знаю. Поймали вора. Голубей. Сколько там было? 35. Ни одного не осталось. Ни одного. А что, она повадила, ослабила. Я думал, хорех или кто-то попала кошка. А что? По подозрению были и мои кошки. Но я всех запер. Ни одна никуда не ходила. Каждый день меняем землю в тазике. Кошка чистоплотное растение. Растение. Так. Говори слово свое. Что хочешь сказать? Я хочу выразить свою благодарность за прекрасный прием свой. Я жила здесь. Вошла в семью. Как будто меня здесь ждали. Любовь. Это любовь. Строгость она, конечно, должна быть и ко взрослым, а не только к детям. Порядок. Трудолюбие. Любовь к Богу. Который переходит и на любовь к людям. Жить в бедности. Это не порог. Порочнее не любить Бога. Я уезжаю с чувством нежности, как всем вам, к заставнику Игнатию Тихоновичу Лапкину. Но свое мнение о этом человеке я не могу выразить на всю мировую паутину. Но советую людям, ищущим Бога, ищущим людей, которые открыто об этом говорят, о Боге, о Нем, о Творце, о Великом нашем Создателе, посетить это место. Пока человек этот жив, и самим посмотреть, как здесь здорово, вкусно и очень нежно. Вот такое у меня впечатление. Вот в прошлом году, 18 июля, на нас напали, а уже 19-го, ну как напали, полиция приехала 22, уже 10 спать легли. Они бежали. И на утро я уже принял решение, 45 лет лагеря. На коммунисты нападали 15 краевых комиссий было один год. 15 комиссий о нас они брякнули. А вукнется это громко потом. А здесь, я понял, бороться абсолютно невозможно. Ну как бороться? Ну маленькая Эстония, в Польшу обложили, с той стороны Гитлер, здесь Советский Союз. Тут ничего нельзя делать, только идти и умирать. Я сказал. Мы переходим в иной формат. Приобретаем дома. Вот уничтожено, закрыто, говорят, не сотни, а тысячи лагерей. Даже не трудно поверить. В Екатеринбургской области ни одного не осталось. И кто-то пошел этим путем, а мы ничего не изменилось, просто перешли. На слово лагерь исчезло. Кто-то пошел этим, нет. Здесь нужно что? Средства. Нужны дома. Вот как Господь взял. Два дома, большие, а входить с той стороны. Я сказал, что он нет. А тут прохода вообще не было. Пропилили, поставили, а сейчас как-то туда-сюда шмыгает. А представьте, бежать по улице. Я не спросил, а Павла покормили, нет? Да. Он посмотрел, зашел туда, да? Да. Все, это нужно было. Это его дом. Теперь Никита. Здесь моя сестра жила, она в Томске. Теперь Владимир здесь находится. Видите, как Бог устроил. Здесь нельзя было зайти. И там вообще вот такой вот, вот все такая. Но там вот еще реки рост. Вот такой вот рост. Ой, мы на коленях там рубили, 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 рубили как деревья. Руки какие-то. Ну и вот так вот, кстати, пока видно, что тут белорусский пейзаж. Фильм только ставят после отшествия Гитлера. Партизаншина. Ну, Никита, не до этого пока. Ну, все получилось так надо. Михаил Кальмаев сыграл здесь самую важную роль. Устройство туалетов, все остальное. Где спать, столы и прочее. Так что и о нем помолитесь. Он никак не может жену привезти еще сюда. Чтобы привез. Ну, там бы развод был и прочее. Но она уже располагается. Мы благодарны Богу, что вы приехали. Приехали, как говорили. Препятствия у вас были. Время там, то другое. Никакого... Теперь струминация только будет. Мы приехали в Барнаул вовремя. Ночевали. И дальше вот мы приехали вместе. Тут вы побыли. Конфликтов у нас с вами не было. Ни одного. Ничего нигде не было. Мы все время счастье отдаем и... Памы... Я уважаю юмор, когда ездят. Значит, не старообрядка. Старообрядцев этого нет. Вот. И поедешь. Ну, смотри на ту местность. Запоминай. Может, Бог положит на сердце приехать. Для вас... У нас самое большое наказание, когда мы отказываем детям приезжать. Ну, и тогда даем лазейку. А двух священников... Характеристику. За этот период времени. Никогда нам и не виделись. Вы во всем участвовали. Вот будут новые люди у нас. Вы видите, мы не знаем еще, кто будет на крещении. Но, похоже, будут из Украины. Приедут люди. Сегодня мне вопрос задала Ривка. Ривка. То есть она такая, как реветка. Может, одной не разрешил ехать, но Сергей Игнатов тоже едет. Юрист. И она уже с ним дали адреса, и она может приехать. Господи, устрои дела наши, как тебе угодно. Мы сейчас уходим на свое место. Поработаем. Сегодня баню будет. И дальше будет медик. Храмовый порядок. Где-то будете со священниками, им скажите. Это зависит от вас. Скажи, я приехал, я по-другому не... Ты не будешь разворачиваться где. У нас приезжает... Бывает не один-два. Вот приехали, сразу 26 человек крестились. Один год было. И они сразу ходят в это. Их предупреждают. Идут на исповедь. На исповедование, когда это отдельное священие закрывает, в притворе там за дверями молятся. Никто нигде не слушает, что человеку нужно. Вот это, можно сказать, деньги вообще не появляются. Нигде. Десятина. Святая Божья десятина. А это в Ветхом Завете. Очень просто объясняет. Бог участник Златоуст. Он дал землю, дал воздух, дал здоровье, дал руки, ноги. Поделись с Богом. Это его десятина. Он ее приложил к нам. Это не наша. И в Ветхом Завете была земля не наша, а Божья. И нынче. Это, говорят люди, скаренные, противники Божьего становления. А где он отменял ее? Ну, в Новом Завете не сказано. Ну, в Новом Завете не сказано, родной сестре жениться нельзя. А в Ветхом Завете сказано, еще теперь из этого... не женись на матери. В Ветхом Завете говорится об этом, не входи к ней. Ты повинен смерти будешь. А в Новом Завете ни слова не говорится об этом. Еще теперь... что касается плоти, все так и осталось. Пошел куда-то, возьми лопатку, зарой. Так это Ветхом Завете. А теперь можно на постель оправляться. С Богом. В чем обидели? Высловите меня, братья и сестры. Не до разума. Вы не были все какие. Нас простите. Все. Выходи, прощайся. Депрессия. Да, просто скажи кому что. А. До свидания, братья и сестры. Бог здесь устроит. Еще свидимся. Также буду принимать участие для просвещения людей о вашем месте проживания, чтобы привлекать побольше деток. Это очень важно для нашей Родины, которую мы вот такими вот маленькими, силами восстанавливаем. Это очень важно. Противостоять тому, что сейчас творится в мире. А здесь дети все-таки, детям прививается духовный иммунитет. Всем спасибо огромное. Спасибо, Христос. Прошу молитвенной поддержки на дорогу. Я вас от всех молюсь. Спасибо, Христос. Христос. Который и так огненно говорит о Боге. И вот шесть лет мы уже дружим с Игнатием Тихоновичем. Переписку ведем. Всегда отвечал на все вопросы. Даже на и духовные, и житейские. Всегда ответ. При такой заднитости и загруженности миссионера с мировым именем проповедника нашего российского родного православного русского человека отвечал молниеносный ответ был. Могниеносный. Так что спасибо. Спасибо, Христос. Слава Христу. Так, мы поехали. Всем благодарю. Давайте, у нас внутренняя молитва еще должна быть, наверное. Да, да. Да, мы поехали. Хранясь, Господь. Ну ладно, ладно. С Богом. Матерь Божья, Христос. С Богом. Христос, Христос. Благодарю тебя, Бог. Так, уходим. Никитушка. Софья. Ты там умывалась, и что, хранник бежит. Иди, останови его. Хорошо. Ваня, быстрее, куда пошел? Никита, выходим. Все, давайте, с Богом. С Богом. Все, Ваня, вперед на выход. Ваня, впереди. С Богом. Продолжение следует...